Все нормально, все будет хорошо. Теплые слова поддержки педагога по вокалу и мамы смогли внять волнение перед выходом на сцену. Хотя Анжела давно выступает на различных концертных площадках, но девочку всегда охватывает трепет. Понравится ли зрителям ее исполнение? Сможет ли покорить публику своим творчеством? В родном городе это уже ее второй сольный концерт. Совсем недавно Анжелика выступала на сцене ДК «Авангард». И сегодня мы представляем программу на сцене Саровского драматического театра. Замечательная сцена, замечательный коллектив нас здесь приветствует. Мы очень рады с ним сотрудничать. Воспитанница детской школы искусств представила Саровчанам свои любимые песни, с которыми она покоряла музыкальный олимп в столице, а также выступала на различных конкурсах и фестивалях. Все песни для концерта Анжела отбирала с учетом предпочтений зрителей, чтобы было интересно юным Саровчанам и взрослым. Это все те песни, которые ей близки по душе, которые она любит. Это все ее самые любимые песни. Это начинают с современных. И обязательно, конечно, будет Любочка, которую она исполняла на голосе. Есть и роковые, есть мелодичные. Песня Любочка после выступления на проекте «Голос дети» стала визитной карточкой Анжелы. И именно с ней она открыла сольный концерт. Каждый выход на сцену зрители поддерживали аплодисментами. Вокалистка исполнила популярные композиции современных исполнителей, зарубежные хиты и кавер-версии известных песен. Ярким дополнением сольного концерта юной вокалистки стали хореографические номера творческих коллективов. На одной сцене выступали участники танцевальных студий города и воспитанники детской школы искусств. Сегодня будет представлена премьера номеров танцевальных, поэтому я думаю, что зрителю это будет интересно. И как раз номера в современном стиле, в современной манере – это здорово. На вырученные от концерта средства планируется приобрести авторскую песню для выступления на детском Евровидении. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.